13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение» в студии Анна Лапшина. Я приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю студии Роману Титову, вице-спикеру законодательного собрания и сопредседателю регионального отделения УНФ. Роман, добрый день. Добрый день. Давайте радоваться последним тёплым денькам лета. И надеюсь, сентябрь тоже не подкачает, и гривов успеем собрать, и урожай убрать. Поэтому всем, всем хорошей осени. Я думала, ты скажешь сейчас, давайте радоваться последним хорошим известиям. Да, последнее известие Владимир Путин порекомендовал не повышать пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а повысить только до 60. Мы сейчас к этой теме обратимся. Я напоминаю слушателям нашим, что вопросы гостю можно задавать на сайте хакирова.ру через форму анонсов. И вопросы там есть, они касаются как раз пенсионного возраста, и сейчас мы их озвучим. Если у вас есть и другие вопросы, пожалуйста, туда. Ну и не забывайте заходить на наш сайт. В конце сегодняшнего дня запись особого мнения видео-аудио появится на сайте. Надеюсь, что в ближайшее время появится и расшифровка нашей беседы с Романом Титовым, вице-спикером ЗАГС Собрания. Мы обращаемся к теме последних буквально там получаса-часа выступления Владимира Путина. Оно анонсировалось накануне по поводу пенсионной реформы. Много прозвучало предложений, так скажем. Сначала были обоснования, что нет у нас другого выхода, кроме как повысить пенсионный возраст. Ну и потом были такие смягчающие меры, как их называют в частности. Вот речь идет о том, что все-таки несправедливо для женщин повышать пенсионный возраст до 63 лет. Сразу на 8, тогда как мужчинам повышают на 5. Как оцениваете и, собственно говоря, насколько ожидаемо было то, что Владимир Путин предлагает? Ну, давайте, наверное, я поговорю вначале не про сегодняшнее выступление президента, крайне важное, но это определенный итог работы, которая велась в последние месяцы, велась и, собственно говоря, оппозиционными партиями. Их роль президент отметил, в то же время сделав акцент на то, что пиарятся все же избыточно, излишне. На то, что делали мы, мои коллеги из ЗАГС Собрания, из Единой России. Мы последние месяцы проводили мероприятия, встречи с людьми, встречи по обсуждению корректировки параметров пенсионного законодательства. Порядка 30 региональных предложений ушло в Москву и в Федеральную Единой Россию, в администрацию президента. В том числе, на самом деле, нам было отрадно услышать сегодня из УЗ президента, то, что некоторые предложения, которые мы, кировчане, обрабатывали, были приняты. Какие именно? Мы говорили как раз о необходимости корректировки пенсионного возраста, сроков выставки на пенсию, и здесь президент попал, собственно, в наши параметры, которые мы предлагали. А вы предлагаете только для женщин или для мужчин скорректировать? Только для женщин, да. То есть мы не могли это предлагать в рамках рассмотрения законопроекта в первом чтении, поскольку первое чтение, оно, собственно говоря, речь идет о концептуальном одобрении или неодобрении. Поправки ко второму чтению принимаются, поэтому мы формулировали это именно через предложение. Шла речь о сохранении существующего пакета региональных год, и было приятно, что президент сегодня особо отметил роль региональных ЗАГС-собраний, которые этот вопрос поднимали. Мы, может быть, даже позже скажу, уже находимся на этапе подготовки региональных проектов законов, которые в сентябре будем рассматривать по корректировке наших местных законов, для того, чтобы с нынешнего возраста выхода на пенсию, с 55 и 60 лет для мужчин, с 55 для женщин, все существующие региональные годы сохранились. То есть, чтобы они сохранились с этого возраста, а не с нового, повысившегося пенсионного возраста. Иначе они просто переедут туда автоматически. Порядка в семи региональных законах о льготах, то есть, а это льготы, напомню, на лекарства, на транспорт, на ЖКХ, у нас идет привязка именно к параметрам, к срокам назначения социальных пенсий. Мы ведем возрастной параметр, то есть 55 и 60. Закрепим эти цифры, даст возможность людям за пять лет до выхода на пенсию эти льготы уже получать в полном объеме региональных. Это было решение, в том числе, федерального полицовета, и мы его намерены исполнить. Отдельно мы поднимали вопрос о необходимости предусматривания дополнительного досрочного выхода на пенсию для ряда категорий граждан. В выступлении президент ряд таких категорий отметил, но по анализу наших юристов, просто ряд этих льготных категорий прописаны в федеральном законодательстве, а ряд в подзаконных актах, и они должны будут корректироваться уже решением проектов Российской Федерации. То есть это селяне, надеемся, что это будут педагоги, мы тоже готовим такие предложения. Врачи, да, люди творческой профессии, потому что у нас работник культуры сегодня, мягко говоря, это мало социально обеспечено. И по льготам для северян по досрочному выходу на пенсию тоже мы поддерживали, коллеги ездили в Москву, это предложение озвучивали. Но вот если кратко пробежаться по сегодняшнему выступлению, во-первых, мне кажется, президент действительно сегодня подвел итоги общественно-политической дискуссии по корректировке параметра пенсионной реформы за последний месяц. То есть выступил в роли определенного нейтрального арбитра, но с правом на желтые и красные карточки. И сегодня желтая карточка была правительственному предложению по повышению пенсионного возраста для женщин до 63-х лет, на 8 лет. Очень меня лично порадовало то, что в выступлении президента позвучало о необходимости государственной поддержки, переобучения пенсионеров. То есть действительно будут тратиться государственные деньги на то, чтобы люди приобретали востребованные профессии. Это будет на государственном уровне организовано, как вам кажется? Или это все-таки для бизнеса хорошая ниша сейчас? Это будет на государственном уровне, но принять в этом участие могут не только центры занятости, но и коммерческие структуры, которые смогут стать получателями этих бюджетных средств. Еще один момент, который, мне кажется, важен для людей, это то, что президент озвучил, необходимость защиты вплоть до уголовного преследования нерадивых работодателей людей предпенсионного возраста, то есть за 5 лет до выхода на пенсию. Это дает возможности для спекуляции, для давления на бизнес, как мне кажется? Мне кажется, что пример иных стран мира, на которые мы любим ссылаться, те же Соединенные Штаты Америки, где действует закон, запрещающий увольнение людей пенсионного возраста, это наиболее социально защищенная категория граждан, люди имеют право работать, пока они сами не решат выйти на пенсию, и говорить о том, что давление на бизнес, так никто не говорит. Это правило игры, которое принимают. Есть ли лазейки, которые позволят предпринимателю так или иначе либо уволить сотрудника пенсионного или предпенсионного возраста, либо снизить ему зарплату, либо существенно ухудшить условия его труда и сказать, что человек по состоянию здоровья не справляется? Это мы увидим в ходе внесения поправок, потому что те предложения, которые сегодня были озвучены, в конце выступления было сказано, будут поправки. Увидим поправки, увидим нормы, в которые вносятся эти изменения, и увидим, собственно говоря, как будет реализовываться защита прав граждан. Конечно, эти опасения есть, но уверен, что и президент видит эти возможные обходные маневры, и будут предусмотрены варианты оградить пенсионеров от таких посягательств. Роман, а тут вот тогда такой вопрос. Нет ли, может быть, необходимости какой-то как-то стимулировать тех работодателей, которые будут готовы поддерживать сотрудников предпенсионного возраста? И это ведь тоже звучало, насколько я помню, что речь идет не только о механизмах административного или уголовного преследования, но и через меры по стимулированию. Как стимулируются работодатели на сегодня, которые создают рабочие места для инвалидов? Увидим, еще раз, в итоговом законопроекте, конечно, такие меры нужны и на то, что одним административным давлением вопросов не решить. Обращали внимание представителей Российского союза поручников-предпринимателей, в том числе мы недавно запрашивали информацию и предложение по корректировке параметров пенсионного законодательства и у РСПП, и у ВТПП, и у фракций. Вот РСПП обратили внимание на то, что одним закручиванием гаек проблему не решили. Еще одно предложение, которое прозвучало сегодня, которое тоже, я так понимаю, будет оформлено в виде поправки в законопроект, это определенные льготы для женщин, для многодетных матерей. Это важно для всех нас, наверное. Если у женщины трое детей, раньше, по-моему, льготы касались только матерей пяти и более детей. Если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо, на четыре года раньше срока. Для женщин, у которых пять и более детей, все остается, как сейчас, смогут выходить на пенсию в 50 лет, сказал Владимир Путин. И вот сейчас возникает вопрос. Девушки, которые готовы, может быть, стать мамами, наверняка задумаются о том, что не два ребенка, а трое, например, чтобы выйти на пенсию пораньше. А перед нами это ставит проблему строительства детских садов, строительства школ и всего остального тоже. Если вдруг это сильно повлияет на демографическую ситуацию. Ну, было бы хорошо, если бы это повлияло на демографическую ситуацию, потому что мы видим, что существующие механизмы стимулирования, то есть это маткапитал, они работают. Сейчас региональный механизм у нас с Нового года заработает 5 тысяч ежемесячной доплаты за детей второго и последующих, для того, чтобы они могли получать дошкольное образование, в том числе в коммерческих садах. Те, кому не досталось места в детских садах. Но мы видим, что все равно демографический спад определенный идет. То есть меры уже перестают работать на расширенный воспроизводство населения. Возможно, вот эти новые предложения... Возможно, потому что... Ну, вот очень важно все это прозвучало, потому что роды и последующие воспитания ребенка – это такой же тяжелый труд. И, наверное, правильно, чтобы это все засчитывалось в стаж страховой, и чтобы женщины, воспитавшие энное количество детей, могли досрочно выходить на пенсию. Очень важное, своевременное, хорошее предложение. Надеюсь, там оно будет в законопроекте закреплено. Вот. Главное, чтобы место было в детском садике потом. Ну, здесь у меня своя точка зрения. Мы с вами до эфира обсуждали. Мне кажется, одним строительством детских садов мы проблему не решим. Тем более, постоянно необходим маневр. Идет спад по демографии. Вот эти детские сады, которые мы сейчас строим с огромными вложениями капитала, они через несколько лет могут быть недозаполнены, если мы не сумеем переломить падение по демографии. И здесь, наверное, нужны меры экономического стимулирования, возможно, даже регионального, для владельцев некоммерческих дошкольных образовательных учреждений. Мы сегодня видим, что эта сфера зарегулирована, что практически невозможно получить лиценю на частный детский сад. Люди вынуждены регистрироваться под видами разных центров развития детских, но де-факто детский сад. Дайте возможность людям зарабатывать деньги и воспитывать чужих детей, заботиться о них, создавать семейные детские сады. Это разгрузит немалую часть государственных детских садиков. Особенно, если будет конкуренция на рынке, и будет цена пребывания в детском саду падать. На региональном уровне что-то можно с этим сделать сейчас? Конечно, можно. Будет что-то делаться? Я очень надеюсь, потому что мы с коллегами из УНФ предлагали решения в этой сфере еще год назад, но пока можно констатировать, что их пока нет. То есть мы пока увлекаемся масштабным строительством. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания, сопредседатель регионального отделения УНФ в нашей студии. Впереди небольшая пауза и вернемся. Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания в нашей студии. Мы продолжаем. Вот буквально последний вопрос по пенсионной реформе. Вопрос нашего сайта от слушателя Анатолия Сугробова. Роман, как вы голосовали по вопросу поддержки повышения пенсионного возраста и почему? Ну, видимо, речь идет об обсуждении законопроекта о пенсионной реформе, том, которое шло в законодательное собрание у нас. Я голосовал в поддержку, в концептуальную поддержку федерального законопроекта о корректировке параметров пенсионного законодательства именно по тем же причинам, которые сегодня озвучил президент. Это необходимость признания того, что существующая пенсионная система не может дальше при существующей демографии, при существующей нагрузке на работника быть эффективной, в том числе в плане индексации пенсии, в плане роста доходов пенсионеров. Очевидно, что сегодняшняя пенсия, мягко говоря, недостаточна. И этот вопрос и оппозиция в том числе поднимает. Мы получили недавно предложение от коммунистов, которые предлагают определенные параметры закрепить. Я эти предложения в значительной мере поддерживаю. Но мы можем не обращать внимания на то, что у нас сегодня уже в Кировской области практически один работающий на одного пенсионера приходится. Мы можем не обращать внимания на то, что у нас 100 тысяч граждан, которые никогда не работали или получали теневые доходы, и потом претендуют на получение пенсии. Мы можем игнорировать, как врач может игнорировать то, что у пациента рак. Но, на мой взгляд, игнорировать неправильно. Надо признавать наличие проблем и лечить в том числе хирурги. Поэтому я в первом чтении голосовал за этот проект законом. Но, напомню, мы голосовали за проект постановления регионального законодательного собрания, в котором было прописано порядка 10 дополнительных параметров, которые мы требовали в том числе от депутатов Госдумы. И сейчас мы будем вносить свои поправки, которые мы собрали и от представителей оппозиционных фракций, и от представителей союзов промышленников. Будем корректировать это пенсионное законодательство. Еще раз, коллеги, хочу сказать, как сегодня президент сказал, это решение болезненное, его никто не может поддерживать, так вот, по доброй воле, но иначе мы дальше просто двигаться не можем. Настало время решения принимать. Именно поэтому я за. Еще все-таки два вопроса. Вот ваш коллега по законодательному собранию Федор Сураев считает, что те поправки, которые сегодня были озвучены Владимиром Путиным, были бы невозможны, если бы не активность людей, и оппозиционных, в том числе политических сил, которые выводили людей на митинги. И так ли это, на ваш взгляд, как вам кажется? И второй вопрос. Есть ли необходимости в референдуме по повышению пенсионного возраста, который то ли будет, то ли нет? Вот я сторонник другого подхода. Можно выводить людей на митинги, мы потом получали резолюцию этих митингов, там, ну, за все хорошее против всего плохого. Вот какое решение орган госвласти должен принять по итогам получения резолюции митинга, где про все написано? Вот, немой подход. Можно формулировать предложение, кстати, там, отметим, Федор Васильевич Сураев, точнее, фракция, которую он возглавляет, Справедливости России, внесла определенный пакет поправок в региональное законодательное собрание, которое мы в сентябре будем рассматривать. Среди них есть, на мой взгляд, и дельные поправки. Вот этот вариант, который, ну, там, ранее, возможно, они отправляли материалы в Государственную Думу через Мирона. Вот такой формат, он действительно решает проблему. Формат сбора информации, формат митингов, ну, не знаю, вряд ли. Референдум? Референдум, ну, мне кажется, те, кто громче всего говорили про референдум, коммунисты, они все подготовительные мероприятия по поведению референдума в Российской Федерации провалили. Минимальное количество инициативных групп зарегистрировано, хаоса не разбери их. Поэтому вопрос же не в референдуме, а вопрос в том, как его провести. У нас все прописано в Конституции, в законодательстве о выборах, и путь непростой, который коллеги из КПРФ, по-моему, преодолеть не сумеют. Сейчас какая-то протестная активность в отношении повышения пенсионного возраста пойдет на спад или продолжится? Потому что на сентябрь были запланированы у разных политических там, да, и профессиональных сил. Вот профсоюзы, например, 2 сентября собираются на митинг, да? Разные были акции запланированы. Кстати, профсоюзы, уж если отметить недавнее слушание в Госдуме, Шмаков как раз выступил против проведения референдума. Профсоюзы отправили в Госдуму большой дельный пакет предложений по критировке законопроекта, поэтому, я думаю, именно это сыграет роль акции. Ну, наверное, они будут. Потому что, как сегодня отметил президент, многие оппозиционные партии предпочитают приариться на, собственно говоря, на этой инициативе, набирать все политические очки. И главное, чтобы они не перешли в зеленый-красный линии, на мой взгляд. Хорошо. Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания в нашей студии. Мы продолжаем. Ну, сейчас, наверное, к кировской теме все-таки переходим. Тема касается тоже каждого из нас. Да, это тема вывоза мусора и, простите, пожалуйста, бардака все-таки на контейнерных площадках. Хорошее слово. Абсолютно соответствует тому, что происходит, да? Не очень понятно вообще, на самом деле. Очень активно стало это все обсуждаться и на уровне администрации города, даже на уровне что-то там не правительства области, а общественных организаций, активистов общественных кировских. Почему-то с мая месяца как-то вот странная ситуация изменилась. Вроде жителей в Кирове не стало больше в два раза, а на контейнерных площадках завал и мусор все. Вот эти горы растут, растут, растут. Раньше не было такого. С чем это связано? Здесь целая цепочка последовательных событий. То есть в начале года у нас повысился тариф на захоронение мусора. Повысился он обоснованно и на 80% фактически это повышение было за счет как раз федеральной составляющей платы за негативное воздействие. Не мы ее придумали, но в тариф ее включили, собственно говоря, только с этого года. Плату-то повысили, а вот плату за сдержание общего имущества, которое с граждан собирают управляющие компании, ее не повысили. Она как была в среднем 17 рублей в квадратный момент, а так и осталась. Ну и смысла, наверное, нет сейчас ее повышать, учитывая, что... Нет, ее повысили. А, ее повысили. Ее повысили весной. То есть управящие компании после Нового года собрались в год администрации и сказали... Но это для муниципальных, насколько я понимаю, для муниципального жилья. Нет, это плата, которой руководствуются все управляющие компании, когда исчисляют плату за содержание вот общего имущества. Как же они могут повысить без решения общего собрания? Ну, это параметр, который город принимает. Городская администрация принимает нормативные акты и закрепляет эту плату. То есть вот в начале года был мусорный коллапс. Мы увидели, да? Потому что тариф для управляющих компаний вырос, а плата за содержание с граждан в пользу управляющих компаний не выросла. То есть управляющие компании были вынуждены экономить на вывозе снега, на очистке дворов, на чистоте вывоза мусора и количестве контейнеров, ну, чтобы хоть как-то сохранить рентабельность. Их услышали, плату за содержание общего имущества повысили, тариф за захоронение ТБО уменьшили. Адрак. И здесь нахожусь всецело на стороне компаний, которые как раз работают на этом рынке, потому что по большому счету ответственность за своевременный вывоз мусора, за то, что во дворе было чисто, на контейнер-площадке было чисто, паков было столько, сколько надо, несут управляющие компании. В договорах управления это либо прописано, либо по умолчанию. Если они не прописали, согласно жилищному кодексу, они за это отвечают. Что они делают? Уменьшают количество вывозов мусора в неделю. И образуется там, значит, вокруг баков куча невывезенного мусора. Уменьшают количество контейнеров. Та же самая получается ситуация. Но деньги-то они собирают с населения в полном объеме. Куда эти деньги идут? На какие-то другие нужды. И поэтому я здесь полностью поддерживаю политику городских властей, что здесь пора гайки закрутить. И жилы инспекции, которая вообще-то должна отвечать за надзор в сфере изобретения жилищного законодательства, надо устраивать рейды совместно со мной созданными в городе административными комиссиями. Нарушаются условия управления над квартирным домом. В интересах жильцов подавать в суд несколько выигранных судебных исков это лишение управляющей компании лицензии. В принципе, и жильцы сами, если уж это не совсем бедовый дом, который никто не хочет брать в управление, они имеют право общим собранием отказаться от услуг прежней управляющей компании и перейти к тем, кто будет их дом нормально обслуживать. Роман, я вас уверяю, что в тот момент, когда жильцы откажутся от прежней управляющей компании, на их дом набегут несколько управляющих компаний. Выбрать из них лучшую не всегда люди смогут. Но это право людей. Я, наверное, вправе им советовать, но я, слава Богу, живу в доме, где управляющая компания сама и мусор собирает, и его вывозит, и обслуживает наш дом. И у нас никаких проблем нет. Мы платим столько, сколько все остальные. Это компания у вас добросовестная. Потому что им самим у себя красить смысла нет. Они отвечают за этот дом, они же вывозят мусор, во всех цепочках они зарабатывают. То есть у меня вопрос, конечно, к городадминистрации может быть в другом плане. Я ежедневно езжу через вересники, обслуживание которых осуществляет управляющая компания, которая находится в управлении муниципалитета, либо доли у них есть муниципального имущества. Давайте уже назовем. Та же Ленинская управляющая компания, у ЖХ. Да? То есть вот они-то почему заказывают меньше контейнеров? Они-то почему не платят за вывоз? Я думаю, что управленческие решения должны последовать незамедлительно. Управленческие решения это смена руководства? Ну, как минимум, да. И смена механизмов управления, потому что, ну, все простить можно, но когда муниципальная компания занимается тем, чем занимаются недобросовестные коммерсанты, ну, это уже ни в какие ворота не весит, на мой взгляд. Так, у нас до января остается на самом деле совсем немного времени. С января, я так понимаю, у нас вступает в силу новая схема оплаты за вывоз мусора, будет как-то году известен тариф. Мы можем спрогнозировать, не вызовет ли это каких-то еще коллапсов на рынке вывоза мусора в городе? В Кирове предположу, что нет. Будут проблемы, наверное, в районах в плане организации, в плане перехода. Уже сейчас понятно, что тариф будет не таким, как даже мы весной говорили, потому что, опять же, плата за негативку сильно уменьшилась, и тариф будет снижен, и слава богу. Можем спрогнозировать? Пока нет. Любой прогноз, он будет неблагоприятен. Но тот предельно допустимый параметр, который у нас... 156 рублей. Вот его уже не будет, понятное дело. И очень сильно его не будет. Негативка уходит. Да, проблемы будут. Будет главная проблема перехода, вот этого переходного этапа, когда управляющие компании уже перестанут за это отвечать, перестанут собирать в объеме платы за содержание, плату за вывоз мусора. А организации будут заключать договоры напрямую с гражданами. То есть, вот чтобы этот этап прошел без сучка, без задоринки, мне кажется, совещания по этой теме в городадминистрации должны быть традиционными, наверное, еженедельными. И уже должны начинаться? Они уже должны полгода идти. Ага, понятно. А идут? Ну, не с такой периодичностью, как хотелось бы. Понятно. Роман Титов, вице-спикер областного ЗАГСа Брани, сопредседатель регионального отделения ОНФ в нашей студии, сделали небольшой перерыв на рекламу, и вернемся. Да, это программа «Осовое мнение». Мы продолжаем выслушивать особое мнение Романа Титова, вице-спикер ЗАГСа Брани, сопредседателя регионального отделения ОНФ. Очередная тоже такая реформа, которую нам, не хочу говорить, грозят, но которую нам предрекает, и которая наверняка понравится не всем. Реформа в сфере городского транспорта, схеме движения транспорта, в том числе общественного схема остановок, новые парковки, новые правила парковки. Вот, как вам кажется, Роман, есть определенные здравые предложения, но есть какие-то вещи, которые, мне кажется, невыполнимыми совершенно, там, ну, в перспективе, может быть, ближайших 10-15 лет. В частности, я не знаю, как можно стимулировать общественный транспорт в Кирове работать до 11-12 часов ночи, так чтобы все желающие могли уехать на нем или на своей машине. Из-за отсутствия пассажиропотока в ночное время эта мера будет неэффективна. Так. У нас другой ритм жизни, в отличие от Москвы. У нас вечером людей на улице практически нет. Поэтому можно, конечно, заставить и до часу ночи ездить, просто кто будет ездить, как это будет окупаться. Ведь если маршрут будет ненаполненный, но он будет ездить, будет плата за выпадающие доходы, будет нагрузка на бюджет. У меня, знаете, вопрос, наверное, в том, что не так эти изменения надо доводить до населения, как у нас происходит. Вот за последнее время целый ряд странных ситуаций, информационно странных. Вдруг у нас улица Герцена становится двусторонней в районе примыкания к улице Ленина. Меня там вчера чуть не убили, потому что я-то знаю, что она двусторонняя, соответственно, с улицы Ленина туда заезжаю, мне в лоб едет туарег, там сигналище всеми мысленными приборами, кулаками, значит, и он пытается через мою полосу. Которые еще думают, что она односторонняя, да? Но это еще вишенки по сравнению с тем, что сейчас происходит на улице с Паской, которая, кто-нибудь знает про это или нет, вдруг внезапно стала двусторонней на участке художественного музея. Там знак одностороннего движения завешан мусорным пакетом, а двигаться можно теперь выезжать и на улицу Карла Макс. Да, это решение временное, как я узнал в связи с ремонтными работами, но где горожане про это узнают? Так же точно, как мы узнаем о грядущих изменениях и о том, что уже сейчас заказ будет на формирование какой-то транспортной стратегии города Кирова, мы узнаем не из уст городоначальников на пресс-конференции, которые освещают все кировские СМИ, а узнаем на уважаемых популярных сайтах, но из уст, мягко говоря, рядового чиновника, который отвечает за дорожное хозяйство. Но почему рядового? Не рядового руководителя все-таки? У него не статус замглавы или главы администрации города Кирова. То есть, эти решения, которые касаются значительной части населения города Кирова, должны обсуждаться и озвучиваться этому населению. Вот вспомните, какая ситуация у нас была в 2013-2014 году. Тогда господин Дранин у нас тоже озвучил планы по реформе. Мы разорвем автобусные маршруты, значит, чтобы они не были беспересадочными, значит, они будут пересадочными, заказали целое исследование. ВИАТГУ это исследование провело, определило эту стратегию, где она, как она реализована, реализована ли она. Еще один вопрос. А как эта вот новая стратегия, которую сейчас будут разрабатывать какие-то виногородные урбанисты, как она увязана с генпланом города Кирова? Куда у нас город Киров будет расти? Как у нас будет развиваться общественный транспорт в связи с ростом города Кирова? Ответов на эти вопросы нет. Мой личный взгляд автомобилиста. Не надо заниматься, как было озвучено в этом информационном сообщении со стороны господина Гутнова, не надо заниматься организацией новых односторонних улиц, тем более, вы старые, это уже отказываетесь от односторонности. Потому что у нас проблемы с пробками не в центре города. Все места пробок это путепроводы, все имеющиеся путепроводы ОЦМ Московская, Воровского, Щорса. У нас проблемы с переездами на авиации, где пробка возникает, там вроде какие-то решения есть, но пусть вначале их реализуют. И это светофоры существующие, проблемные, да, их в Кирове все знают, эти светофоры. Это Тимирязева, это Блюхера, это ряд других улиц. Что касается светофора, в 2013 году еще была разработана по заказу администрации города стратегия интеллектуального управления работой светофоров на основании анализа информации от камер дорожного слежения и регулирования времени горения зеленого там. Она используется? Нет. Почему? А потому что дальше проектных работ дело не пошло. Где эта стратегия, ну, большой вопрос. Хорошо. По правилам тоже работы никакой нет. Так вот, этим надо заниматься, а не прятать провода под улицы, ликвидировать парковки и организовывать новые односторонние движения. Не здесь проблема. Все-таки, вот, отдельно я заострю внимание на использование личного и общественного транспорта в том, что касается центра города. Понятно, пробок нет, логистика, ладно, пусть личный транспорт, автотранспорт не так сильно влияет на загруженность в центре города. Но припаркованный транспорт влияет? Конечно влияет. Припаркованный транспорт в центре города. Может быть, в эту сторону думают как раз в дирекции дорожного хозяйства, когда говорят, что мы пересадим всех на общественный транспорт, а личный пусть стоит где-нибудь там, где-нибудь вот на окраинах и используется раз в неделю. где будет стоять личный транспорт, если у нас нормативы по парковочным местам со строчками не соблюдаются. Поэтому люди ставят на территории Октябрьского проспекта. Создайте на имеющихся территориях муниципальной земли отсекающей парковки, но, наверное, Они есть или они уже все распроданы за строчками? Коммерческие парковки, которые, наверное, находятся в аренде, которые, наверное, договоры аренды можно пересмотреть и использовать их для создания муниципальных парковок. Получать этот деньги. Мы сейчас о каком объекте говорим? У нас есть земельные участки на Московской, на улице Азина, где располагаются такие, знаете, а-ля 90-е или даже 80-е парковки на Блюхера есть огромный земельный участок. Тоже там такая полупустая парковка. Но Блюхера не центр города. В центре города проблема-то основная. Надо смотреть. Надо искать. Организовывать парковочные карманы по Октябрьскому проспекту. Вместо бульваров? Нет, не вместо бульвара, вместо обочины. Вот. То есть я здесь нахожусь, знаете, там, я сторонник баланса между интересами пешеходов, интересами автомобилистов. Да, люди паркуются на Октябрьском проспекте по знакам, и надо их машины эвакуировать. В этом плане я поддерживаю намерения властей городских этой эвакуацией заниматься. Ну, создайте места, куда можно машину запарковать. Ну, вот. А иначе вы ограничиваете мои права. У нас не Москва, в конце концов. Да? У нас город нерадиального устройства, у нас город квартального устройства, где нету проблем с занятостью центра. Вот, на мой взгляд, немножко не с того начали. Хотелось бы большей системности и своевременного озвучивания тех планов обсуждения их с населением. Возможно, и я не прав, возможно, и на мои аргументы есть контраргументы. Но для того, чтобы диалог состоялся, он должен быть. Должен быть формат обсуждений. В общем, нужна площадка для того, чтобы все эти вопросы снять. Пока можно вот у нас рассказывать в программе особое мнение. Роман Титов, вице-спикер Зак Собрания. Мы продолжаем. У нас, к сожалению, 4 минуты всего остается. Хотела бы еще у вашего мнения спросить о предстоящей в Кировской области муниципальной реформе. Я напомню слушателям нашим, на прошлой неделе, по-моему, была озвучена информация о том, что ликвидируются муниципалитеты низшего уровня. Я так понимаю, что это сельские поселения, и создаются вместо них городские поселения. Значит, коротко. Во-первых, принудительно ничто нигде ликвидироваться не будет. Это инициатива самих районов. Решения о организации преобразования будут принимать думы поселенческие, которые потом будут расформированы. Думы районные, да, фактически, это пчелопрочмеда, к сожалению. Я лично вижу, что главный оплот сопротивления это те низовые чиновники, которые сегодня говорят, мы не можем работать, потому что у нас на уровне поселения нет денег, но когда встает завтра вопрос о том, что поселения могут быть ликвидированы... И, соответственно, администрация этого поселения тоже будет ликвидирована. Конечно, да. То чиновники говорят, не, не, подождите, мы так не договорились, дайте нам денег. То есть, я проговорю на примере Орловского района, наверное, потому что ситуацию там знаю лучше других, и неформально шествую на территории. Они уже сделали шаг вперед. У них фактически два поселения, Орловское городское и сельское, которое на всей остальной части района. Соответственно, две администрации. Две администрации, две думы, плюс районная дума и районная администрация. В большинстве районов, где этого укропнения не произошло, там еще в каждом поселении, там 12, 13, 15 поселений, в каждом еще своя дума, своя администрация. Возможности со стороны района закинуть деньги на низовый уровень практически нет, ну, они ограничены. Аппарат достаточно большой. И работа этого аппарата оплачивается из бюджета района? Да. Скидываются деньги в поселение. То есть эти деньги мы экономим? Есть, ну, там не сильно великая экономия, и не в этом, наверное, смысл преобразований. А в чем? Мы с коллегами, точнее, мои коллеги из ЗАГСа Брани ездили в недавно в Губаху, это Пермский край, где как раз эту реорганизацию провели. Значит, что получается? Одна территория, одно поселение, причем городское поселение. Это не значит, что прям вдруг у нас Орловский район стал городом, а Орловский район ликвидирован. Нет. Это территория городского поселения, Орловский район, может так называться. Там одна администрация, одна дума, один бюджет и возможность оперативно не корректировать нормативку по поселениям, решать проблему поселения, перекидать деньги туда, куда нужнее. Это возможность получать для Орловского района в новом формате деньги по федеральным программам, которые касаются городской поддержки. То есть это комфортная городская среда, безопасные, качественные дороги, потому что кто был в Орлове, знает, что дороги там небезопасные, некачественные. Мы тем самым позволяем эти деньги получить. И да, конечно, там оптимизация системы управления. Не то, что это будет сильно дешевле, там все же зарплаты невелики, но это будет сильно эффективнее. Но, Я вижу плюсы, но наверняка должны быть и минусы. Вот первый вопрос, льготы для сельских льготы для сельских жителей, проживающих на сельской территории городского поселения, сохраняются в полном объеме. Куда пойдут увольненные сотрудники администрации работать? Немалая часть из этих работников будет работать в новой управленческой структуре. Почему я говорю, что она не рассосется полностью? То есть, если поселение уходит с территории, значит, там все равно ответственные люди. Какие-то люди на местах остаются? В форме там сотрудников отдела по работе с территориями. Да, с жителями. Есть проблемы, связанные с организацией работы нотариата, потому что у нас иногда нотариальные функции главы поселения исполняют. Но это вопрос там обсуждаемый и решаемый. Но еще раз, решения принимаются только последовательно, с низового уровня, и никакой тут насильственной реформы нет. Ну, а когда коллеги коммунисты из Орловского района вдруг говорят, что у нас там преобразование приведет к ликвидации а, Орловского района, б, к высокому уровню урбанизации, ну, у нас не будет урбанизации никакой там великой, у нас не Москлёбов и Москва-Сити строить в Орлове не будут. Но возможность более эффективно работать, она появится. Роман Китов, вице-спикер законодательного собрания. Время наше, к сожалению, истекает. Я благодарю спикера за его особое мнение и прощаемся со слушателями. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok